Я бы хотела поблагодарить вас за такое приветствие, за мое представление. И сегодня я со своими коллегами, магистром Иоханнесом Даммерером. Пожалуйста. Он лектор в нашем университетском колледже и координатор курса магистров. Он является наставником молодых преподавателей, помогает им в их работе. И мы говорим о теме наставничества и поощрения молодых учителей. Я бы хотела от имени моих коллег выразить благодарность господину Алишеву за приглашение на этот форум. Для нас это большая честь присутствовать здесь. Для начала я бы хотела кратко описать наш колледж. Географически я должна объяснять вам, как выстроена система подготовки учителей в Австрии. Наш колледж в университете заново выстроен недавно. И наш кампус состоит из множества зданий, которые работают уже два года. Наш университет, эти колледжи расположены в городе Баден. Это прекрасный маленький город, недалеко от Вены. Нижняя Австрия – это федеральная республика. И это самая большая. Я знаю, что по сравнению с Россией, конечно, это не такой большой регион. Наша страна небольшая. И там очень много прекрасных зданий, которые привлекают большое количество туристов. И нас посещают также туристы из России. А теперь вернемся к подготовке учителей в Австрии. В Австрии прошла фундаментальная реформа по подготовке учителей с 2015-го академического года. Так называемая новая подготовка учителей. Цели этой реформы и проекта реформы – это улучшение содержания и академизация профессии учителя. Новые образования по Болонскому соглашению создавляют бакалаврскую магистрскую программу в европейской переходе системы EP в сравнении со степенью, получаемой в Европе. Второе – это гармонизация образования и подготовки учителей колледжей и университетов с целью будущего сотрудничества. В Австрии существует два основных института, которые готовят учителей. Это колледжи и университеты. Поскольку они работали независимо до реформы, теперь они работают в более тесной связке. Они подготавливают научные, дают научные профессиональные квалификации. Это некоторая сеть, которая работает и подготовит как дедактов, так и педагогов для того, чтобы подготовить оптимально подготовленного учителя. Мы сосредоточены не на том, на том, что учителя должны решать, но что они должны уметь по окончании учебы. Образование основано на компетенциях. Рабочая программа для учителей, программа учебная подразумевает знания по окончании курса, которые проявляются на экзаменах. Переход от школ ориентированных курсов обучения в область ориентации на возраст, структуру возраста. Это обозначает, что подготовка обеспечивается согласно восьми группам, независимо от типа школы, в которую ходят ученики. Начальный уровень от шести до десяти лет, второй уровень от десяти до девятнадцати лет. Особенно в этом возрасте работают школы в Австрии. Более того, важно понимать австрийскую систему образования. В Австрии подготовка учителей рассматривается как непрерывный процесс образования. Ни один институт подготовки учителей не выпускает готового учителя, поскольку учитель постоянно учится и развивается. Поскольку образование является непрерывным, то оно делится на две фазы подготовки. Первая – это четыре-шесть лет, в которых решаются основные задачи и преподаются основные знания. Вторая фаза – это вхождение в карьеру, в профессию, которая длится от одного до двух лет, в которой учителя уже выбирают профессиональные предметы и развивают свои знания под наставничеством. Третья – это непрерывное образование и подготовка. Это работа с профессионалами. Это практика, которая продолжается всю рабочую карьеру. Я бы хотела сосредоточиться на начальном образовании. Как я уже упоминала, начальный курс делится на бакалаврскую программу и на программу для магистров, но регистрская программа не является дополнительной, ее нельзя выбирать. Каждый студент должен пройти магистратуру для того, чтобы работать в школе. Бакалаврская программа длится 8 семестров по стандарту 240 и CTS. На начальном уровне в Австрии учителя преподают все предметы, независимо от их религии. Это английская математика, социальные науки, музыка, рисование, физкультура. Это означает, что в подготовке студент должен обучиться всем этим предметам. И магистрская программа, согласно стандарту 60 и CTS, длится 2 семестра. Или по стандарту 90 и CTS длится 3 семестра для того, чтобы иметь возможность передавать это в школах. Молодой учитель работает под наставничеством, поскольку в Австрии мы понимаем, как важна преемственность и хорошее знание в будущей карьере. Исходя из практики, эти шаблоны составляют рутину, которая разрабатывается и которая следует в профессиональной карьере в будущем. Это так называемая адаптация к моделям и поведению. Чтобы противостоять этому, профессиональные менторы поддерживают молодых учителей в начале их карьеры, в практической ориентации и компетенции. При поддержке наставников молодые учителя понимают, насколько они компетентны, и насколько они реагируют на советы своих наставников, насколько грамотны, насколько они могут справляться с ситуациями и приходить к каким-то разумным решениям. Это подготовка учителей начальной школы. Она делится на следующую структуру. Программа охватывает основные знания, такие как психология, физиология и некоторые другие. По стандарту 50 и CTS, начальная педагогика и дидактика. Это предметы, которые преподаваются учителям для начальной школы. Это дидактическая часть стандарта 12.59 и CTS. И помимо этого каждый студент выбирает полный курс. Наш университетский колледж сосредоточен на различных задачах, включая инклюзивную педагогику, педагогику культуры, наставничество в образовании, образование в области языков для мультилингвальных обществ, спорт, здоровье, педагогика, природа и технологий. Педагогические исследования имеют влияние на весь спектр знаний и согласно стандарту 30 и CTS. Мы выработали некоторую парадигму, в которой говорится избегай, как учить правильно, но думай о том, как обучать эффективно. Это означает, что прогресс ученика – это первая задача. Не то, как он работает, а чего он достигает. Педагогические практики показывают, что меняют перспективу с первого семестра, и когда студенты понимают, какую ответственность они берут на себя в подготовке школьников. В магистрских программах, в начальном образовании следуют таким же принципам в педагогике и дидактике. На втором уровне образования схема похожа, но, тем не менее, здесь есть некоторые различия. Здесь есть некоторая программа подготовки по практике. На втором уровне образования студенты выбирают два предмета, которые они будут обучать, которому будут обучать немецкий, или еще какой-то язык, или еще какой-то предмет. Но предметы можно менять в зависимости от специализации. И магистрская программа, и минимальная длительность обучения – это 4 семестра, и эта программа длится в два раза дольше по сравнению с программой по подготовке учителей начальной школы для всех студентов, которые работают на втором уровне образования. И теперь мой коллега расскажет вам о начальной карьере студентов и о менторинге или о наставничестве. Доброе утро и спасибо, Элизабет. Программа подготовки учителей в Австрии основана на модели EPIC. Это 5 доменов. Это как спираль. Она разработана как спираль непрерывного обучения на протяжении всей карьеры. И первый пункт – это профессиональное понимание, что означает, что учитель не просто работает с детьми, это гораздо большее. Второе – это способность рефлексировать, разговаривать и общаться. Это означает, что учителя должны понимать, о чём они говорят, и анализировать. Третье – это дифференциальные способности. Это означает, что учителя должны справляться с различными проблемами, которые возникают с учениками, коллегами и так далее. Четвёртое – способность сотрудничать. И пятое – это личное совершенство, которое включает все вещи, которые относятся к этому предмету нашего обсуждения, к менторингу, к дидактике, к коммуникации. Вы уже видели этот слайд. И то, что выделено красным – это фазы, на которых я бы хотел сосредоточиться более подробно. Это вход в систему поддержки. Мы говорим о профессиональном непрерывном росте. И это означает, что практический опыт работы в школе требует наработки компетенций. И часто они обсуждаются на лекциях. И учителя постоянно работают и учатся. И поэтому лучше всегда анализировать, и иногда, даже будучи профессионалом, учиться чему-то из своей среды. И как я уже слышал, как Мануэла Шнайдер говорила, поддержка – это очень важная фаза для каждого учителя. И здесь у нас возникают вопросы, на которые отвечает Маслов и Трэн. Что необходимо молодому учителю, что они могут выучить. И согласно Маслову, им необходима безопасность, реализация социальных потребностей и самореализация. В соответствии с этой серией мы стараемся предложить поддержку с учетом их потребностей для многих учителей, поскольку мы видели, если мы будем учитывать эту потребность, потребность молодых учителей, они будут больше подавать удовольствие и удовлетворение от своей работы, и общие показатели их производительности будут выше, и, соответственно, их благополучие, благосостояние будет лучше, и у них будет больше желания вкладываться в свою работу. Именно поэтому я предложил оказать такую поддержку, которая ориентируется отталкиваться от их потребностей. Поскольку каждый молодой преподаватель имеет различные потребности по предмету, по управлению классом, для кого-то по стратегиям, как решать или иные проблемы. И мы помним о слайд основной теории по этому треугольнику Маслоу. Немецкий исследователь выделил четыре потребности для многих учителей, выделил потребность погружения в каждый сегмент скульной жизни, следующая потребность инклюзии и в сообществе учащихся. И третий момент – это потребность самооценки, самопроверки и потребность самореализации как преподавателя, как учителя. И эти четыре потребности реализуются и встречаются практически у каждого молодого начинающего учителя. Именно поэтому мы хотели предложить поддержку, которая отталкивается от потребностей. И это поддержка на входе в карьеру, в их профессиональную деятельность, по крайней мере, коллеги в школе, которые могут помочь в этом, эту поддержку оказать. Старшие преподаватели, классные руководители, администрация школы, какие-то сети, организации молодых преподавателей. Кроме этого, у нас есть понятие «наставник» и «наставник». Это очень положительный компонент, термин, который используется в Австрии. И это новая функция в австрийской школьной системе, которая предумает, что ментору платят за какую-то работу, которую он проводит. Этот ментор, наставник, может оказать поддержку максимально трем молодым учителям в первый год его работы. В первый год его работы. Эта функция основана на австрийском законодательстве. И следующий момент, который я хочу отметить, связан с функцией. У него есть шесть важных задач, которые ему нужно реализовать. Планировать, наблюдать, организовывать уроки с молодыми преподавателями. И он должен анализировать его работу, работа молодого преподавателя. Он должен оказывать поддержку в его профессиональном развитии. И должен давать обратную связь, какую-то оценку. И по завершении первого года он должен создать некий такой план по дальнейшему его развитию, развитию молодого преподавателя. И он должен также дать свою экспертную оценку, насколько успешной была работа этого молодого преподавателя в первый год его деятельности. Это очень важный момент, должен это отметить. Но мы также решили разделить функцию и роль, разнести их. Функция основана на законодательстве, но в преподавании и обучении роль гораздо более важна, как компонент, как аспект. И его функция недостаточно эффективна, поскольку фокус роли, наша ориентированная роль – это процесс обучения, и она ориентирована на личностное развитие. Здесь у нас есть три роли, которые могут быть реализованы наставником. Первая роль – это введение, подход такого руководства. И в этом ключе наставник оказывает такую техническую поддержку и техники, методики, которые он использует в этом наставничестве. Второй момент и вторая роль – это гуманистический подход, когда наставник имеет функцию, выполняет роль в качестве образца для подражания и дает много обратной связи. И здесь использует техники наставничества, и это критический конструктивный подход. Здесь конкретно непосредственно наставничество. И здесь он может реализовать все эти роли, он может выступать в качестве наставника, ментора, тренера, объединять все эти роли. Именно по этому направлению мы последние несколько лет проводили большие исследования в сотрудничестве с Академией спирантуры в Санкт-Петербурге о роли и функции наставника, и о том, что необходимо молодому начинающему преподавателю. У нас был проект с Педагогическим университетом Ярославля, где мы старались обратить особое внимание на наставничество, на тренерство и менторство. У нас здесь очень эффективная была работа с Тимирханом Алишевым по убеждениям молодых преподавателей, поскольку убеждения, мы можем их измерить и структурировать соответствующие программы наставничества с достаточно высокой точностью. И что мы предложили университету? В Австрии каждый наставник должен... он должен пройти специальную подготовку, и мы предлагаем курсы для всех наставников, которые уже работают. предлагают 30 различных курсов для наставников, которые хотят работать в качестве наставников, и мы предлагаем также магистрские программы 19 специальностей, которые заканчиваются получением магистрской степени, и содержание всех этих программ, профессиональное понимание и роль наставника. Второе – это, конечно, преподавание и обучение. Следующее – это большое направление коммуникации и взаимодействия. Следующее направление – введение и консультирование. Кроме этого, организационное и личностное развитие, которое... Мы видим, что наставничество – это очень важный инструмент личностного развития, личного развития. И того, чтобы стать наставником в Австрии, ментором, необходимо быть учителем. Нужно, чтобы у вас был... был пятилетний опыт работы в школе. Как минимум. И если вы хотите начать обучение по магистрской программе, нужно пройти через специальную программу оценки. Я полагаю, что время моего выступления заканчивается. Я перейду сразу к своему завершающему слайду. И заключение. Наставник – это новая функция в австрийских школах. И не так много опыта пока. Именно поэтому мы проводим много исследовательских программ, много исследований, и это реализуется в многих школах. Кроме этого, мы стараемся ориентироваться и обращать особое внимание на эту роль, и делать все, чтобы подробнее изучить новую функцию, новую функцию наставников. А в австрийских школах мы работаем намеренно по этой теме уже последние 7 лет, и у нас много написано работ научных, статей, например, работы, которые изучаются, эта же тема рассматривается в рамках магистрских диссертаций. В общем-то, это все. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!